МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о главных новостях уходящей недели. Это Вестихакасия событий недели. С вами Марина Конодакова. Разоблачение недели. Руководители Ресформации подозреваются в крупном мошенничестве. Под уголовное преследование Марина Исакова попала вместе с сыном. В Абакане новый поставщик тепла. Что будет с тарифами и как изменится жизнь должников? Очередной скандал с переселением из ветхого жилья. Красноярская фирма сдала дома с браком. Расхлюбывать за ней приходится городской администрации. Хакасскую баранину ждут в московских ресторанах и супермаркетах. Все детали амбициозного проекта расскажет гость программы вице-президент Федерации рестораторов России Иван Меркулов. Национальное достояние. Республиканской библиотеке удалось заполучить в свой фонд прижизненное издание Николая Федоровича Катанова. Арест бывшего руководителя госпредприятия «Ресформация» стал одной из обсуждаемых новостей недели. В среду силовики задержали Марину Исакову, да не одно, а вместе с сыном. Как выяснилось, он был заместителем своей матери по коммерческой части. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Задержанными они пробыли недолго. В четверг Антон Исаков был отпущен под залог. А вот Марину Исакову суд решил поместить под домашний арест. В чем их подозревают? Республиканская прокуратура проверила деятельность «Ресформации» и обнаружила, что руководство госпредприятия незаконно завышало отпускные цены при продаже лекарств в республиканской аптеке. Затем ложные счета предоставлялись для оплаты фонд «Медстраха». Таким образом, федеральному бюджету был причинен крупный ущерб в сумме более 1 миллиона 189 тысяч рублей. 17 сентября 2014 года Марина и Антон Исаковы задержаны по подозрению в совершении преступления. Было ли известно Минздраву о семейном сговоре в «Ресформации» и какова степень ответственности чиновников от медицины, предстоит выяснить следствию. Свою проверку республиканская прокуратура начала еще в прошлом году из-за того, что в Хакасии лекарства по непонятным причинам стоили дороже, чем в других регионах Сибири. Кроме того, на прямую линию президента Владимира Путина также поступила жалоба от жителей Хакасии на слишком дорогие лекарства. В Абакане появился новый поставщик тепла – Южно-Сибирская теплосетевая компания. Ее со временем будут знать все абаканцы, а особенно те, кто любит делать долги по квартплате. В отличие от муниципального предприятия, эта компания – частная. А где бизнес, там более жесткий подход к неплатежам, да и к ценам за свой товар. Итак, откуда взялся новый поставщик и каким курсом он собирается идти? Смотрите далее. Абаканские тепловые сети уходят с рынка теплоснабжения. Дела пошли под гору буквально в последний год, когда предприятие погрязло в долгах перед Абаканской ТЭЦ. Сегодня задолженность больше 140 миллионов рублей. С начала 2013 года, когда начались интенсивные мероприятия по сдерживанию платы граждан и, соответственно, по ограничению тарифа для населения. Тем самым у предприятия с 2013 года начали интенсивно нарастать выпадающие доходы. Свободное место уже заняла Южно-Сибирская теплосетевая компания – дочка крупного энергетического холдинга «Сибири», куда входит и Абаканская ТЭЦ. Город передал ей в аренду 10 котельных и около 140 километров сетей. Все тепло перешло в частные руки. В планах выйти на прямую оплату без лишних посредников, в том числе управляющих компаний, где теряется значительная часть денег. Абаканские же тепловые сети остаются, но только юридически. Рабочим предложили места в ЮСТК с сохранением зарплаты и льгот. Это одно из условий мэрии при заключении договора. Как заверяет руководство холдинга, рядовые потребители не почувствуют разницу от смены компании. Даже номера телефонов остаются прежними. Однако дать гарантию, что не поднимутся тарифы, никто не берется. Даже напротив. Тариф должен быть экономически обоснованный. У нас сегодня есть перекрестка между тарифами. Например, те, кто проживает в индивидуальных домах, они платят почти вдвое меньше за тепло, чем люди, которые живут в многоквартирных домах. Вот если эту ситуацию выровнять, то, наверное, это будет, а, справедливо, и, б, наверное, мы все-таки лишимся у тех выпадающих доходов, которые есть на сегодняшний день. Если вопрос о тарифах еще спорный, то вот по должникам полная ясность. Мягкие меры борьбы с теми, кто не платит в прошлом. Теперь долги за тепло будут взыскивать через суд. Или же о просроченной квитанции попросту не дадут забыть. Передача долга, например, коллекторской фирме, которая будет постоянно ходить к должнику, звонить ему на телефон, постоянно предупреждать его об этой задолженности, постоянно его беспокоить. Как показывает опыт работы нашей компании в других регионах, это достаточно эффективная форма. Новый собственник уже готов к набору нагрузки. Котельные сети проверены. Отопительный сезон в Абакане начнется совсем скоро. Тепло пойдет в дома горожан, как только температура за окном несколько дней будет ниже 8 градусов. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В Абазе разгорается скандал вокруг нового жилья, построенного для переселенцев из ветких бараков. По федеральной программе было возведено 10 домов, но красивыми и комфортными они оказались только на картинке. В реальности владельцы боятся замерзнуть и ругают строителей за недобросовестную работу. Мы побывали в Таежном городе и попытались узнать, на что теперь надеяться невезучим новоселам. Везде он отслаивается, везде щели. Просто любую сторону бери и весь линолем шевелится. То есть, когда по нему походишь, ноги отмерзают практически. Конвекторы нас здесь зимой не спасут. И вот что творится с водой. Это уже после фильтра она такая бежит. Вот мутная коричневая осадок на дне. Перечислять скорбный список Олег Вальчук и его гражданская супруга Нина могут бесконечно. Эту однокомнатную квартиру они получили взамен старого жилья. Бараки в центре Абазы, известном как район ДОС, давно требовали сноса. Однако долгожданное новоселье не радость, а сплошная проблема. Начиная от совершенно неблагоустроенной придомовой территории и заканчивая полной неразберихой с оплатой коммунальных услуг. В доме на четыре квартиры один септик. Как распределять доходы по электроэнергии непонятно. Администрация говорит, ну вот вы умные, решайте сами. Ну это же не дело. Дома сейчас вообще требования к новым сдающим домам. Установить надо счетчики. Вы понимаете, в дальнейшем какая у нас проблема между нами начнется. Вот так начинаются все войны. Сами по себе дома смотрятся красиво. Жить, вот я не знаю как, это покажет зимний период. Вот написано, мной. А то скорую начнешь вызывать и скорая не знает куда ехать. Ни нарушнего исправила недоработку строителей. Ни одна из новостроек не имеет вывесок с адресом. В новое жилье пенсионерка переехала первой. И раньше других ей пришлось самой утеплять свой дом, выносить за ограду мусор, оставшийся от строительства, ставить фильтр, чтобы вода была более-менее приемлемой. Я каждый день хожу в архитектуру. Каждый день у той недели ходила. То одно прошло, то другое, то третье. Вот двери надо сделать. Сделаем. Замок плохо закрывается. Сделаем. А никто не приходит. В администрации Абазы от комментариев категорически отказались. По какой причине, неизвестно. Однако, в неофициальной беседе с сотрудниками отдела архитектуры нам удалось выяснить. Во всем виноват подрядчик из Красноярска. Сейчас власти Абазы пытаются привлечь его к ответственности в суде. В администрации также рассказали. Подрядчик красноярской фирмы «Мегаполис» получил деньги, но не доведя новостройки до ума, просто скрылся. Сейчас чиновники срочно перекраивают казну, чтобы найти требуемые деньги на устранение недоделок. На вопрос о том, почему дома отапливаются только конвекторами и почему от полов веет холодом, специалисты отвечают – все соответствует проекту. Отдуваться за администрацию Абазы пришлось Министерству регионального развития. Его представители, также контролировавшие ход строительства, убеждают – вся ответственность за качество домов лежит на городских властях. Администрация города Абазы принимает все меры, чтобы наши граждане, которые переселены из аварийно-жилищного фонда, зимой не замерзли. То есть все будет, я думаю, нормально. Это не первый случай в Хакасии, когда дома для переселенцев из ветхого жилья сдаются с браком. Виной всему закон о тендерах. При их проведении все решает цена, а не качество. Поэтому конкурсы могут выигрывать не совсем добросовестные фермы. Но теперь администрация Абазы остается молиться, чтобы люди без проблем смогли перезимовать в этих домах. Иначе все огрехи, которые могут выявиться в морозы, властям придется устранять за свой счет. Уже через год Хакасия отправит первую партию баранины в московские рестораны. Об этом в интервью нашей программе рассказал вице-президент Федерации рестораторов Иван Меркулов, который уже второй раз приехал в республику, чтобы определить тактику и стратегию по продвижению хакасской баранины в столичные рестораны и супермаркеты. Здравствуйте, Иван Владиславович. Здравствуйте. Итак, то, что вы снова у нас в республике, означает, что баранина из Хакасии действительно будет поставляться в Москву? Да, то, что мы здесь, уже не раз на самом деле, говорит о том, что все уже очень серьезно, все понятно и конкретизировано. Ну, можете раскрыть, в чем суть этого проекта? Мы хотим из той еды замечательной, которая существует в Хакасии, называется хакасская баранина, создать настоящий продукт. Продукт международного уровня. Реальна ли эта задача? Да, реально. Москва на сегодняшний момент с точки зрения баранины более оперирует всего тремя частями. Так называемая корейка-ягненка, жиго – это нога, нога без кости или с костью, и вырезка. Это три наиболее ходовых, популярных продукта из баранины. Можно ли сказать о том, что хакасская баранина будет востребована на московском рынке с точки зрения этих трех частей? Да, безусловно. Если хакасская баранина будет настоящим продуктом, правильно обработанным, правильно разделанным, правильно упакованным, имеет некий свой стандарт качества, свой уникальный и понятный вкус, и, соответственно, те объемы, которые необходимы для того, чтобы работать на рынке. Потому что с 10 тоннами корейки-ягненка хакасской на московском рынке делать нечего. Для того, чтобы быть, сколько бы то ни было заметным, речь может идти хотя бы о 50, а о 100 тоннах. Здесь должна быть переработка. И то решение, которое на сегодняшний момент уже официально принято, это как раз основное и первое решение, связанное с тем, что здесь уже в начале сентября следующего года должен появиться завод. Настоящее современное производство, хорошей мощностью, которое в состоянии производить правильные продукты. Так, решение о заводе – это уже официальное решение, это решение правительства. Да, конечно. Почему это на уровне правительства? Здесь тоже все очень просто. Бренд «Хакасская баранина», наименование «Место происхождения Хакасская баранина» не может быть объектом частной собственности. По большому счету это бренд территории. И что этот завод будет выпускать? За этот завод будет работать, естественно, весь годовой цикл. В сентябре, в октябре, ноябре он будет выпускать достаточно большое количество баранины. Речь идет о планы на 2015 год, это порядка переработки около 50 тысяч голов, с плавным нарастанием мощности к 2018 году до более чем 200 тысяч. Это основной момент переработки, когда баранин находится в самом правильном своем состоянии к забою переработки. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. Вы же себе представляете, как этот бренд «Хакасская баранина» будет продвигаться вот в Москве? Все-таки этот город, наверное, такой избалованный, и удивить его чем-то трудно. На сегодняшний момент этот избалованный город, город Москва, потребляет в месяц более 100 тонн корейки ягненка. Корейки ягненка, знаете, да, такой, со спинной части, косточка с мясом, да, так с медальончиком. Более 100 тонн ежемесячно. На сегодняшний момент вся эта продукция, это продукция производства Австралии и Новой Зеландии. Причем стоит на рынке московском она в охлажденном состоянии, например, от 900 до 1200 рублей за килограмм в оптовой цене, да. Может ли быть востребована «Хакасская баранина»? Конечно, конечно. Если она будет хотя бы первое время немножечко дешевле, да, если она будет обладать, как она уже сейчас обладает своим уникальным вкусом, и это будет нормальное структурированное предложение рынку, да. Я вам отвечу даже более конкретно. Готовы ли будет одна крупнейшая сеть Москвы, например, работать и устроить фестиваль на один-два месяца «Хакасская баранина»? Конечно, конечно, это же замечательно, да. Это новый вкус своим гостям. Это нисколечко не меняет структуру меню, но тем не менее добавляет в ресторан того разнообразия, которого ждут уже гости сегодня очень сильно, да. Потому что все в Москве только слышат о том, что существует в России баранина, да, но никто в ресторанах ее на сегодняшний момент до сих пор не видел. И задача, которая стоит перед республикой Хакассия сегодня, это сделать прорыв на этом рынке, просто прорыв. Я слушаю вас и понимаю, что фермеры, которые тоже будут слышать обо всем этом, наверное, не верят своему счастью и все-таки не могут понять, почему так повезло именно Хакасской баранине. За счет чего вот возможно? Очень простой ответ на этот вопрос. Когда речь идет с нашей стороны, когда речь идет или шла о создании подобного рода проекта, первый проект легче всего начинать с чего-то очень понятного, уже имеющего то качество и находящегося на слуху, да. То есть Хакасская баранина как бренд, она уже является народным брендом. Ну, заметьте, да, спросите кого угодно в Красноярске, там слышали они, знают ли они, конечно, знают. Знают, что это потрясающе, они, конечно, знают, да. Поэтому это уже и так вносится в воздухе. Задача просто это по-настоящему правильно организовать здесь, на территории, и я не побоюсь этого слова, к выгоде всех тех сельхозпроизводителей, сегодняшних, которые находятся здесь, на этом рынке, и производят баранину. Потому что сегодня поголовье 290 тысяч. Природа Хакассии вполне себе комфортно сосуществует с поголовьем в районе 615 тысяч. Это научные данные, проверенные в течение последних, так сказать, на самом деле сотни лет, да. Можно ли этот потенциал увеличить по поголовью? Да, конечно. Но его можно увеличить исключительно понимая рынки сбыта. И вот этот проект, который мы создаем, это как раз однозначное понимание создания рынков сбыта этому продукту Хакасская баранина. Чем все-таки Хакасская баранина отличается, например, от баранины Кавказской, где тоже культивируется этот продукт, да, или там баранина Тувинская, или еще какая-нибудь? Почему выбран именно наш продукт? Во-первых, я думаю, что вы сами прекрасно знаете о том, что история производства баранины здесь, в Хакассии, она тысячелетняя. Это значит, что сама природа предрасположена к произрастанию такого животного, да, как баран здесь. Чем отличается Хакасская баранина по вкусу? Я могу четко сказать. Во-первых, нет специфического привкуса баранина, совсем. Такого, который на самом деле, ну, отпугивает некоторых женщин, скажем так, и некоторых, в общем, людей, которые пробуют барану. Она без этого привкуса и вкуса, да. Во-вторых, очень вкусный жир в жарке. И в этом в целом можно сказать о том, что это продукт, нельзя сказать о том, что он самый-самый вкусный, да. Это вообще очень сложно говорить о том, что самый-самый лучший ресторан, самый-самый лучший вкус. Он очень хороший, он очень хороший, да. И то, что из этого можно сделать настоящий продукт, это просто очевидно. Поэтому этот процесс сегодня, он такой естественный, настоящий, он очень нужен, востребован, да, потому что он позволит зарабатывать всем тем людям, которые живут на земле, он позволит им нарастить поголовье, позволит зарабатывать им еще больше, и это будет прибыльным бизнесом для всех участников этого процесса. Ну что ж, будем надеяться, что все вот те грандиозные планы, которые вы озвучили, будут претворены в жизни, и они останутся только на словах. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо большое. Сейчас небольшая пауза, после чего вы узнаете, кто из депутатов добился передачи книжного раритета Катанова в Национальную библиотеку, и сколько дней нужно, чтобы добраться до самой высокой точки Хакасии. Вот уже час Саша качает Кортнева, чтобы тот запел. А Паша Кортнев уже поет, потому что в Абакан пришел скоростной интернет от МТС. Технология 4G. Мобильный интернет номер один. МТС. От слов к цифре. Загляните за горизонт и распахните двери в мир безграничных возможностей цифрового телевидения. Откройте новую вселенную цвета и звука и наслаждайтесь яркостью впечатлений. Цифровое телевидение СКАТ. Абсолютное воплощение представлений о качестве. Мы знаем, чего вы хотите. Мы знаем, о чем вы мечтаете. Мы ценим ваше время и деньги. Какой бы отдых вы ни планировали, с ВЭЛ он пройдет идеально. Потому что ваш отдых – наша работа. Прием сбережений до 25% годовых. Звони 398-200. Футбол лучше смотреть здесь, а концерт там. Но там же точно такой же футбол. Но вчера вы смотрели здесь, а я там. Но так позавчера же я смотрела там, а не здесь. А у вас молоко убежало. Подключите один комплект на два телевизора. Единственное, о чем вам останется спорить, не что смотреть, а где. Триколор ТВ. Один комплект на два телевизора. Стандарт современного телевидения. Один Триколор ТВ на два телевизора. Подключи. Мам, привет. Сынок, здравствуйте. Я просто хотел спросить. Как так нам заскочишься? Я собирался, но... Я сейчас трубку бабушке передам. Нет, нет, нет. Здравствуй, внучек. Ну как там у тебя на работе? Ты хорошо поможешь? Ну-ка дай-ка с ним поговорить. Вот я тоже хочу с тобой поговорить. Значит так. Вот в наше время, конечно, такого не было. Поехали на рыбалку в субботу с утра. Я у меня шишки, мы тебя все очень любим. Никогда не знаешь, насколько длинным окажется разговор. Но с тарифом «Наша сеть» вы всегда будете к этому готовы. Ноль копеек за звонки внутри сети. Ростелеком. Больше возможностей. Наполняйте пространство настроением. Создавайте собственный стиль. Окружайте себя красотой. Богатое разнообразие оттенков и фактур от этнических мотивов до элегантной классики в роскошной коллекции обоев от торговой сети «Планета обои». В эфире «Вести Хакасия. События недели». И наш выпуск продолжает проект, посвященный юбилею ГТРК «Хакасия». Слово Ани Ахпашевой. Здравствуйте. Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению. И вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Любовь Яниаминовна Подрезова. На ГТРК она с 1979 года пришла электромехаником. В 98-м году переквалифицировалась в монтажера. И в 2013 году ушла на заслуженный отдых. Любовь Яниаминовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Любовь Яниаминовна, вот вся внешняя сторона телевидения, яркая, творческая, она наверняка была бы невозможна, и это абсолютно точно, без невидимых бойцов фронта, да? Без вас, без технического персонала. Расскажите, вы работали электромехаником. Как вообще вы пришли в нее? Ну, как я пришла в нее? Вообще, по натуре, я, конечно, больше технарь. Это, можно сказать, с детства у меня проявлялось. К гуманитариям я себя никак не отношу. Я поступила в техникум, закончила его по специальности электрооборудния промпредприятия. Чисто случайно, через знакомого я узнала, что здесь, ну, как бы по моей специальности нужен человек на телевидении. Ну, поначалу я думала, что это очень сложно сюда попасть. Такой престиж был, работать на телевидении. В 1979 году я практически ухитрилась от работы здесь 34 года. Да, цифра просто колоссальная. Скажите, на первоначальном этапе, какие были ваши обязанности? Чем вы занимались? Ну, изначально я попала в техконтроль, где мы, значит, отсматривали передачи. Раньше было строго с качеством. Все это перед тем, как выйдать в эфир, отсматривалось. Плюс выходили в эфир тоже с нашей аппаратной. Работа, понятно, ответственная. И наверняка были какие-то такие, ну, чрезвычайные ситуации, когда приходилось просто мобилизовать все свое умение. Вот расскажите, у вас были какие-то такие казусы, которые сегодня вспоминаются с улыбкой, а тогда, ну, было просто страшно? Ну, был у меня один момент, смешно было точно. Уходя на обед, мы оборудование пускали в обход, переключали кабели и уходили. А придя, нужно было снова схему восстановить по-старому. Через нас шло два канала, и первый, и Россия, и вот я как-то, не знаю, как у меня получилось, я попутала звуковые кабели. И получилось, что картинка на одном канале идет футбол, а мычат коровы, а на втором канале, значит, коровы, а там ликуют трибуны. Футбол идет. Очень быстро, конечно, среагировала, это буквально там какие-то секунды это дело было, я быстренько переключила кабели, и все пошло нормально. В общем-то, никто и не заметил. Ну, вот у меня в памяти все это, конечно, осталось. Мы знаем, что на этом поприще вам стало скучно. Кто вас поддержал в стремлении изменить свой профиль? Ну, да, тогда уже аппаратные видеозаписи были. И я, начальника смены, попросила, чтобы меня перевели в монтажную аппаратную. Там мы уже начинали с очень больших кадр, так называется, аппарат наш. Их три штуки стояло, и мы практически всю смену на ногах около этих кадров монтировали передачи. Ну, естественно, там никаких спецэффектов, там, как вот и впоследствии уже была аппаратура, можно было применять. Там чисто прямые склейки. Ну, работа напряженная была, очень много было записей, очень много у нас было программ разных. Вы видели, как менялось оборудование, менялась техника, развивалась. В 98-м году вы стали монтажером и работали уже непосредственно на компьютерном монтаже. Вот этот переход для вас, насколько он проходил безболезненно? Или все-таки были мысли, когда-то было так тяжело, что подумывали сменить профессию? Было такое? Ну, по поводу сменить, конечно, вообще никогда мысли не возникало. Работали на нелинейном монтаже, и уже начали внедряться вот эти вот компьютерный монтаж. И мы потихоньку вечерами вот с Валей Рубинских, с Таней Поляковой, просто оставались вот сами по своей инициативе осваивать вот эти азы. Я скажу, конечно, это сложно было. Мы верили в свои силы, мы знали, что мы это освоим. Не первый раз нам новую аппаратуру осваивать. Мне, к счастью, посчастливилось работать с вами. И мы знаем, что всегда на вас можно было положиться. Всегда все выходило в идеальном виде, так, как должно оно было быть. Самое главное качество монтажера, на ваш взгляд? Это, конечно, усидчивость, это однозначно. Самое главное, конечно, ответственность, потому что очень много всяких нюансов нужно помнить, где звук лежит, так сказать, в какой папке, куда этот материал отправить, откуда этот забрать. Ну, все, надо собраться, чтобы все это в голове у тебя держалось. Вы знаете, в нашем архиве сохранилось уникальное видео, десятилетней давности. Приручено оно к 45-летию гостелерадиокомпании. И там вы рассказываете ваше видение своей работы. Давайте посмотрим. Мы, если у нас поджимает время, мы с ней глазки, вот сколько на человека сидит, мы все туда так и глядим. Считаем уже, если мы за пять минут до эфира иногда так бывает успеваем, то мы очень даже рады этому. До автоматизма, что вот успеем, должны успеть, и практически, вот я не знаю, как это получается, но в принципе почти всегда, почти всегда мы как-то ухитаяемся успевать. То, что всегда все в последний момент, это действительно так, подтвердите. Вот видишь, что времени действительно очень мало, но ты точно знаешь, что ты успеешь. Вот я не знаю, почему это вот так вот получается. И это, безусловно, помогало в работе. Да. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, поделиться своими воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные, когда многих из тех, кто стоял у самых истоков, уже нет с нами, к сожалению. Спасибо вам. Сегодня с Любовь и Ниаминовной Подрезовой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакаси. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся. Вы когда-нибудь держали в руках книгу, которой более 100 лет? Именно такое издание на этой неделе появилось в Национальной библиотеке. Труд Николая Федоровича Катанова, напечатанный при его жизни. И в том, что ознакомиться с ним теперь могут все желающие, есть заслуга одного из депутатов Верховного Совета. Об этих и других новостях парламента смотрите в нашей традиционной рубрике. Верховный Совет Хакасии 6-го созыва полностью укомплектован. В единый день голосования 14 сентября выборы прошли по двум округам. На две свободные вакансии в республиканский парламент претендовали сразу 10 человек. Выиграли депутаты со стажем от «Единой России». По седьмому округу в Абакане конкурентов обошел Виктор Лебедев. За него проголосовали практически 70% тех, кто пришел на выборы. На Нижней Согре победителем стал Геннадий Цыпышев. Основного своего оппонента Ольгу Ширковец он обошел на 12%. Я их искренне поздравляю с избранием депутатами. Я думаю, что как раз опыт им позволяет более эффективно, грамотно, интересно работать. В полном составе Верховный Совет Хакасии встретится уже на ближайшей сессии. Она пройдет на следующей неделе, 24 сентября. Десятое по счету пленарное заседание начнут с признания полномочий до избранных депутатов. К слову сказать, они уже готовы приступить к законодательной работе. Обещают, вклад будет плодотворным. Предвыборная гонка позволила кандидатам напрямую столкнуться с общественными проблемами. Победить на этих выборах было гораздо сложнее, чем на прошлых. Потому что в прошлый раз я прошел по партийным спискам, а это был одномандатный округ. И для того, чтобы поддержать победу, необходимо было пройти и по множеству квартир, и встретиться с избирателями на так называемых дворовых встречах. Все это я делал. И благодаря этому получилось собрать весь комплекс проблем, которые волнуют сегодня избирателей, проживающих на моем округе. Это проблемы с управляющими компаниями, качество услуг, которые оказывают эти управляющие компании. Это обустройство придомовых территорий. Национальная библиотека пополнилась уникальным для Хакасии изданием, трудами Николая Федоровича Катанова. Образцы народной литературы тюркских племен – часть девятая. Эта уникальная для нашей республики книга многие годы хранилась на полке рядового читателя. Ценность издания с более чем столетней историей владелец оценил всего в 6 тысяч рублей. Руководитель регионального отделения партии КПРФ Николай Бозыков приобрел книгу и подарил читателям Хакасии. Научный труд очень ценный. Как раз это Уринхай, Сайотов, Дувинцев, Хакасов, Монголов. В общем, очень такая книга хорошая. Я сам не знал, что в руках такую держу. В Национальной библиотеке труды первого хакасского ученого оценили по достоинству. Книга является редкой библиографической ценностью, представляет материальную некую ценность. А в части той информации, которую несет в себе это издание, в общем-то, это дар абсолютно бесценный. Книга входит в золотой фонд мировой тюркологии. В ней героические сказания, народные предания и легенды, мифологические сюжеты и шаманские молитвы. Все это Николай Катанов по крупицам собирал несколько лет. Это третий оригинал трудов ученого, который пополнит библиотечный фонд редких книг в Хакасии. Издание отпечатано еще в 1907 году при жизни хакасского востоковеда. Поэтому и к его хранению особое требование. Они у нас хранятся в специальных коробах, чтобы книга лучше сохранялась. Допустим, мы будем экспонировать выставку какую-то, в оригинале смогут увидеть наши читатели. Прикоснуться же к редкости можно будет лишь в исключительных случаях и только в читальном зале. А вот ознакомиться с самим текстом сможет любой желающий. Правда, в электронном варианте. На этой неделе Хакасия принимала финалистов «Минуты славы». Межрегиональный фестиваль для людей с ограниченными возможностями стартовал еще весной. В нашей республике прошел заключительный этап. Конкурсанты представляли свои творческие номера. Главный критерий оценки – удивить зрителей. Среди участников – представители региональных обществ инвалидов со всей Сибири. Подводили итоги в одном из самых живописных мест республики на территории музея-заповедника «Казановка». Победителей поздравил и республиканский парламент в лице депутата Светланы Могилиной. Памятные подарки от Верховного Совета Хакасии вручили всем финалистам «Минуты славы». «Когда смотришь на вас, просто-напросто понимаешь, что нет никаких преград, которые бы невозможно было преодолеть человеку. Нет никаких преград, которые бы были не по плечу человеку. Верховный Совет сделает все для того, чтобы людям в безограниченных возможностях, во всех отношениях, не только в культурных, но и в каких-то социоэкономических, было комфортно жить. Жить в республике. Уникальная экспедиция была проведена в Таштыбском районе. Пятеро смелых отправились на самую высокую точку республики – хребет Сальджур. Там, на леднике, исследователи получили доказательства глобального потепления. Наталья Гармашова расскажет подробнее. Даже для опытного путешественника путь в горы – нелегкое и небезопасное занятие. Пятеро смелых туристов, в их числе и геолог Вячеслав Ермаков, решились на длительный 9-дневный поход. Протяженность маршрута составила 140 километров. Самое такое было трудное – это преодолевать нам все броды. Почему? Потому что вода ледяная. Они, во-первых, в разных местах эти броды проходят. Почему? Потому что всякий раз после паводка перемещаются все перекаты. Главной целью было подняться на хребет Сальджур на юге республики. По мнению исследователей, три его вершины можно считать самыми высокими точками Хакасии – более 3000 метров. Именно эти горы хранят на своих склонах доказательства процесса глобального потепления на планете. Речь идет о таящем леднике. Размер его был около 700 метров на 300, а сейчас от него осталось уже процентов 40. То есть, ну, визуально было видно, что, сопоставляя с картой, видно было, что оно уменьшилось. На леднике туристы провели только один день. За это время нужно было собрать максимум информации, сделать замеры, фото и видеозаписи. Главное – не упустить ни один важный момент. Ведь прежде тщательных исследований ледников в республике не проводилось. В ход шли лавинная лопата, ледорубы, рулетки. Все это туристы несли в горы на своих плечах. Если добавить к этому продукты питания, палатки, теплые вещи, в горах в июле временами валил снег, получится десятки килограммов. Должен вам сказать, что вес был такой, что каждый участник не мог рюкзак на себя закинуть. Мы друг другу помогали. Процесс глобального потепления на планете нужно не просто воспринимать как факт, считают исследователи. Важно изучать его последствия. За примерами далеко ходить не надо. Стоит вспомнить полноводные реки и наводнения в Хакасии этой весной. Это лишь то, что смогли наблюдать воочию жители республики. А вот что было в горах, страшно и представить. Уровни озер, допустим, Улукхоль, которая является водосборным этих всех ледников, повышался многократно. Видно террасы надпойменные. Потом, значит, ниже Улукхольского водопада. Видны прямо образованные новые русла, прямо через тайгу образованные. Просто видно такие галечные дорожки. Все полученные данные исследований будут опубликованы. Поддержку окажет заповедник Хакасии. В планах же географов-туристов организовать экспедицию на территорию заказника Пазарым. Там предстоит изучить самое высокогорное в республике озеро. Наталья Гормашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. И это все, о чем мы хотели рассказать. Пусть новая неделя принесет в ваш дом только хорошие новости. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Прогноз погоды представляет мебельный магазин «Два капитана» «Абакан» Кирова 112. Фабрика мебели «Два капитана» – море идей для вашего интерьера. Диваны, кресла, кровати, корпусная и офисная мебель по низким ценам от производителя. Фирменный магазин находится по адресу «Абакан» Кирова 112, напротив центральных бань. Прогноз погоды представляет ярмарка-выставка «Шубы на расхват». Умная женщина следит за собой и... Сигналами цветофора скидок. Найди свой цвет и получи скидку. Выставка «Шубы на расхват». 20 и 21 сентября в ГЦК «Победа». 21 сентября по республике переменная облачность, местами возможны осадки. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 6,11 градусов. В Абакане переменная облачность, временами осадки. Ветер юго-западный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 9 до 11 выше нуля. Давление 743 миллиметра ртутного столба будет падать. Центр займов. Вместе. Вся решаема. Чкалова, 21. Мебель и аксессуары, которые делают дом комфортным. Мебельный центр «Мягкий дом». Абакан. Аскизская, 173. Преобрази свой дом. Мега ассортимент от ведущих производителей. В магазине «Тельта». Улица Транспортная, 7В. Телефон 2, 1066. Продам помещение свободного назначения. 500 метров квадратных. Саиногорск, советский микрорайон, 25В. Телефон 8-983-264-7236. Оденем к школе всех ребят. С головы до пят. Блузочки, юбочки, рубашки, брючки. Яркие спортивные костюмы, сумки, ранцы, рюкзаки. Огромный выбор детской обуви. А также стильной одежды для взрослых. Магазин «Шанс». Саиногорск, Центральный, 50. Мы знаем, чего вы хотите. Мы знаем, о чем вы мечтаете. Мы ценим ваше время и деньги. Какой бы отдых вы ни планировали, с Вэл он пройдет идеально. Потому что ваш отдых – наша работа. Статус – это что? Статус. Это где? Статус в 9-2. Магазин женской одежды для любого случая. Верхняя и вечерняя. Летняя и сезонная. А главное – качественная. Магазин «Статус». Полюби свое отражение. Наполняйте пространство настроением. Создавайте собственный стиль. Окружайте себя красотой. Богатое разнообразие оттенков и фактур от этнических мотивов до элегантной классики в роскошной коллекции обоев от торговой сети «Планета обои». Покупка недвижимости под материнский капитал. Телефон 398-200. Фабричная мебель лучшего качества представлена в мебельном салоне 100 диванов. Огромный выбор моделей и расцветок. Мы не продаем дешевую мебель. Мы стараемся продавать дешевле. Те же стулья, только дешевле. Торговый центр «Спектр Маркет». Второй этаж. Город Абакан. Улица Вокзальная 1. Район базы «Контакт». Новое поступление экологически чистого линолеума в магазине «Авангард». Пушкина 221. Сумки. Любимые женские аксессуары. Позволяют завершить любой образ. Не секрет, что мужчины уважают крепкие ремни из натуральной кожи. А также предлагаем кожаные портмоне. Обложки для всех документов российского производства. Качество и цена приятно удивят. Олимп вам поможет. Легко и свободно. Обуться, одеться. Практично и модно. Одежда и обувь. Спортивного стиля. Движение, скорость, уверенность, сила. Побить все рекорды. Храните надежду. Все будет по силам. Начните с одежды. Простое решение. Трудных вопросов. Олимп в Абакане. Некрасова 8. Йоу. Пиццерия «Семь лир». Доставка пиццы и суши. 6 07 70. Только до конца сентября. В БФК «Второе окно». Подарок. Звоните 30 58 38. 30 58 38. Чтобы вы не рисовали в своем воображении, мы легко воплотим это в жизни. Кухни и шкафы-купе от мягкого дома. По вашим индивидуальным заказам. В Центр займов не бывает отказов. 323 323 Чкалова 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...